За пять лет набережная Цесаревича стала излюбленным местом для горожан. Здесь проводят открытия и закрытия мотосезона байкера, проводят свои соревнования, роллеры, трикеры и представители других экстремальных видов спорта. Здесь проходят боготворительные акции и праздники, а в обычные дни люди просто приходят погулять здесь и полюбоваться видом на бухту Золотой Рог. Самая молодая набережная города празднует свой первый юбилей. Ее открытие состоялось 27 октября 2012 года и было приурочено к 125-летию Дальзавода, одного из старейших предприятий Владивостока, при закладке которого присутствовал будущий император Николай II. Отсюда и пошло название – набережная Цесаревича. Часть корпусов завода находится на набережной. Они представляют собой единый архитектурный ансамбль, гармонично вписанный в историческую среду центра. Набережная получилась просторной, красивой и функциональной. Практически каждый выходной стараемся с ребенком пребывать сюда, чтобы погулять. Единственное место, где в городе есть равнина, покататься с ребенком, побегать. В принципе, очень красиво здесь и приятно находиться в городе. Набережная достойная, мы здесь бываем очень часто, гуляем. У меня двое сыновей, мы катаемся здесь на великах, отдыхаем на кораблике. Очень нравится эта набережная, любим здесь гулять, здесь всегда красиво. Единственное, по выходным очень много народу, это минус, потому что, наверное, не сильно много таких мест подобных, чтобы гулять. Здесь больше нравится детям, конечно, все эти аттракционы. А мы так чисто подышать свежим воздухом, если его можно назвать здесь свежим. Детские площадки, скамеечки посидеть, отдохнуть. Ну, то есть, в таком объеме именно мало мест у нас. Здесь был парк Покровский, но сейчас там вообще, я как-то вот недавно проходила, кроме скамеечек, ничего нету. Горожане и власти сделали многое, чтобы место стало комфортным для отдыха. Здесь появилась большая детская площадка в виде корабля с многочисленными горками, веревочными лестницами и качелями. Молодыженам пришелся по душе мост любви. Влюбленный вешает замки, как символ своих крепких чувств. Фотографируется на кровати примирения. Приверженцы активного отдыха катаются на скейтах, роликах, бедроскутерах, на всем, что может ехать. Возможно, вскоре здесь появится спортивный и оздоровительный центр. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.